Официальные партнеры программы «Новости дня» Сеть салонов «Видеоптика плюс» и компания «Линия неба» В прямом эфире ТВ. Кома «Новости дня» в студии Юлия Пермякова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко расскажу о главных событиях, которые произошли за минувший выходной и понедельник в Бурятии и ее столице. В незазнательном состоянии были обнаружены мужчины и две женщины. В Улан-Удэ на пожаре погибли три человека. Подробности в горячей линии. Каждое утро встаешь, думаешь подышать сейчас бы, а невозможно дышать. Зловония, которая чувствуется на расстоянии 20 километров от источника. Продыху жителям Заиграевского района не дает крупный агрохолдинг. Помогите нам, пожалуйста. Мы остались на сегодняшний день совсем без транспорта. Дайте нам автобус. Жители ДНТ вынуждены преодолевать по несколько километров пешком, чтобы добраться до остановки. В Бурятии горит более 15 тысяч гектаров леса. За сутки обнаружен еще один лесной пожар в Курумканском районе. Причиной возгорания стала сухая гроза. На утро 29 июля действует 21 лесной пожар в Баунтовском, Яравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Ликвидировано два возгорания в Бургузинском и Курумканском районах. На тушение работает 401 человек из числа лесной охраны, сотрудников авиалесоохраны и привлеченных. Задействованы 53 единицы лесопожарной техники. Опасность миновала поселок Майский в Курумканском районе. Сейчас там продолжаются работы по тушению пожара. На сегодня работы по тушению продолжают 62 сотрудника авиалесоохраны, 80 лесной охраны и 13 привлеченных. Задействованы 23 пожарных автомобиля, 3 трактора и 4 бульдозера. Площадь, пройденная огнем, составляет более 8 тысяч гектаров. Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет. Аномальные ливни сильно повредили дорожное полотно города. Муниципальные службы все выходные отсыпали пострадавшие участки. Самое большое количество разрушений пришлось на Октябрьский район. Там восстановили дороги в микрорайоне Светлый и Радужный. Сейчас комбинат по благоустройству работает на Комушке. Начали сейчас заниматься отсыпкой и градированием. Ямочный ремонт, выходные мы сделали порядка 200 квадратных метров двумя быцемами. Сегодня также планирован работой по устранению ям, которые появились после дождя. За выходные мы убрали также наносы с дорог, которые у нас мешали транспорту. В ближайшее время засыпят и отгрейдируют улицы в микрорайонах Солнечный, Зеленхоз, Загорск, Верхняя Березовка и Шишковка. А уже сегодня ночью, чтобы не мешать движению транспорта, обещают провести ямочный ремонт под путепроводом на проспекте 50-летия Октября. А по всей республике продолжают ликвидировать последствия паводков, из-за которых были потоплены дороги федерального, регионального и местного значения в Тункинском, Закаменском, Джидинском и Акинском районах. В трех районах движение восстановлено полностью, а вот в Акинском наблюдается незначительный подмыв региональной автодороги Монды-Орлик. Движение возможно пока только по одной стороне. Подтопление жилого сектора, в том числе жилых домов, не зарегистрировано. Были частичные подтопления участков, это в городе Закаменск и в Тарбогатайском районе, но это больше дождевые паводки. По данным Бурятского ЦГМС, в настоящее время на территории южных и юго-западных районов наблюдается тенденция спада уровня воды. Незначительное повышение уровня воды наблюдается в Селенге и ее притоках. Представители органов местного самоуправления и районов следят за гидрологической обстановкой. В Улан-Удэ на пожаре погибли три человека, а в Прибайкальском районе двое скончались в результате страшного ДТП. Подробности этих и других происшествий мы расскажем в рубрике «Горячая линия ТВКОМ». Пожар унес жизни трех человек. Трагедия произошла в двухэтажном многоквартирном доме на улице Заиграевская. Горела одна из квартир. Предварительно причиной возгорания стала неосторожность при курении. Пожарные в ходе тушения квартиры в условиях плотного задымления в помещениях в безознательном состоянии были обнаружены мужчины и две женщины. Все трое были эвакуированы на свежий воздух и переданы врачам скорой медицинской помощи. На месте медиками была констатирована смерть трех человек. Возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров. В тушение привлекали 17 огнеборцев и 5 единиц техники. Два человека погибли в жутком ДТП. В Прибайкальском районе 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Субару-Импреза», следуя со стороны Баргузинского района в направлении Уан-Удэ в 8 километрах от села Катьково, выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «Тойота Харьер». В результате ДТП пассажир автомобиля «Субару-Импреза» от полученных травм скончался на месте происшествия. Также погибла водитель автомашины «Тойота Харьер». Водитель автомашины «Субару-Импреза» и еще один пассажир из автомашины «Тойота Харьер» с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. В Уан-Удэ поймали налетчика. Он напал на офис микрофинансовой организации на улице Гагарина. Надев медицинскую маску, угрожая огнестрельным оружием, похитил более 63 тысяч рублей. Подозреваемый задержан по месту жительства в Закаменске. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, угрожая боевой гранатой «Ф-1». В его доме нашли деньги, обрезы боеприпаса к нему, гранату. Ранее он уже был судим за тяжкие и корыстные преступления, деяния против личности и употребление наркотиков. И напоследок о животных. В Уан-Удэ лошади гуляли на улице Геологическая. Доброе утро. Господа, а вы куда? На Геологическую? На остановку, наверное, да? Как именно лошади оказались на городских улицах, остается только гадать. Надеемся, что каждая из них добралась до дома в целости и сохранности, а их хозяину не придется искать ночью в поле коня. Андрей Слепнев, новости дня. Жители пригородного ДНТ каждый день вынуждены преодолевать по несколько километров в день, чтобы добраться до остановки. На их территорию не заезжают автобусы. Добиться этого люди пытаются уже на протяжении пяти лет. Почему все так затянулось и от кого зависит решение этой проблемы, узнавала Екатерина Быкова. Помогите нам, пожалуйста. Мы остались на сегодняшний день совсем без транспорта. Куда бы мы ни стучались, во все двери мы стучимся, но никто нас не хочет ни видеть, ни слышать. Каждый день жителям ДНТ Булак приходится добираться до остановки общественного транспорта по этой песчаной дороги почти четыре километра. Население больше тысячи человек. В основном это пенсионеры и молодые семьи с детьми. По словам местных жителей, дорога до ближайшей остановки в два раза меньше. Сесть там можно на дачный автобус, который курсирует с 1 мая по 15 октября. Все остальное время приходится идти от дома до магистральной трассы. Там останавливается муниципальный транспорт. Мы хотели бы обратиться к нашим властям, чтобы нам продлили конкретно муниципальный транспорт бюджетного варианта на все сезоны с увеличением рейсов. Вот сейчас он в данный момент ходит как раз таки до въезда. Очень удобно, а экономично, и мы бы все были бы рады. Помимо дачного и муниципальных автобусов добираться до города, жители Булага могли и с частным перевозчиком. Его организовала председатель ДНТ «Ручеек». Расстояние до него 6,5 километров. Раньше частник заезжал прямо в Булаг, однако больше недели назад просто перестал. Ну вот, видимо, она команду дала, что все, отмена. Я у водителя спрашиваю, а почему он? А нет, не будет ходить. А почему? Он отмолчался. Все. Ну и что, и пошла я с опущенной головой и с обидой в сердце и слезами на глазах. Как говорит сама председатель «Ручейка» Ирина Панкрашкина, частный автобус заезжал в Булаг из человеческих соображений. Женщина с пониманием относилась к пенсионерам и семьям с маленькими детьми. На решение перестать заезжать в соседнее ДНТ были веские причины. Дело в том, что есть некоторые люди, которые постоянно недовольны маршрутом, водителями, пишут и пишут и пишут. Но водители, они заказные автобусы, он частый просто элементарный. Это во-первых. А во-вторых, то, что невыгодно. Там 3-5 человек ездит и 10 километров, это 70 рублей стоит, считайте, солярку заправить. И водители сказали, что мы пока ездить туда не будем. С 1 сентября, да, мы разговаривали, они заедут. Для начала учебного года частники сотрудничать с Булагом отказались, на что имели полное право. А вот муниципалы на ДНТ крест не ставят и готовы будут заезжать к жителям. Однако есть одно «но». Для организации маршрута необходимо, чтобы дороги в ДНТ Булаг были приведены в соответствии с требованиями законодательства. Неоднократные комиссионные выезды специалистов Министерства транспорта, администрации района и ГИБДД в ДНТ выявили недостаточную ширину проезжей части, гребенку, ямы, отсутствие необходимых дорожных знаков. Также нет проекта организации дорожного движения. По информации администрации района, данные дороги находятся в собственности ДНТ. И до приведения их в соответствие организация регулярного транспортного сообщения не представляется возможной. Теперь дело за жителями Булага. Им придется своими силами и средствами прокладывать дорогу. Хотя куда проще выбрать председателя ДНТ, который также организует частный маршрут. Екатерина Быкова, Сергей Медведев, Новости дня. В Бурятии с начала сезона крещи покусали уже более трех с половиной тысяч человек. И это только те, кто обратился за медицинской помощью. Статистика показывает, что количество пострадавших в этом году на 20% выше среднемноголетнего показателя. Уже зарегистрировано 39 больных инфекциями, передающимися этими паразитами. Из них 13 человек заболело вирусным энцефалитом. Все больные клещевым вирусным энцефалитом не были привиты против данной инфекции. Они своевременно не обращались за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. Многие из них обратились в медицинские организации только при появлении клинических симптомов заболевания. Часть заболевших получала лечение в отделении реанимации. У многих заболевание сопровождалось параличами и порезами конечностей. Чтобы не получить тяжкие последствия от укусов клещей, на природе нужно носить одежду, затрудняющую насекомым доступ к телу. Обязательно осматривать себя и близких после посещения лесов. Если же вы все-таки обнаружите на себе паразита, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. По возможности необходимо сохранить клеща и передать медикам для дальнейшей экспертизы на наличие болезней. В России изменился порядок списания задолженностей по кредитам. В первую очередь теперь будут списываться проценты, затем основной долг и только после этого штрафы и пени. Рассчитывают, что такое нововведение облегчит положение заемщиков, которые временно испытывают трудности с финансами. Учитывая, что в последнее время граждане стали брать больше денег в долг через микрофинансовые организации. По итогам прошлого года лидерами по доле имеющих кредиты стали многодетные семьи. Закредитованность этой категории населения достигла почти 70%. Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь. Скоро вернемся. Когда я увидела, я прямо обалдела. Думаю, как здорово, как классно проходит. Не пить, а петь предлагают по пятницам в трезвом караоке. В Монголии завершился 15-й Всебурятский фестиваль «Алтаргана». В следующий раз национальный праздник пройдет уже в Бурятии. Защищаем детские глазки с любовью. В преддверии нового учебного года яркие, модные, а главное, качественные оправы для деток в салонах «Видеоптика Плюс». Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Спасибо, что остаетесь с нами. Это новости дня. И мы продолжаем прямой эфир. Накануне в России прошел день памяти детей, ставших жертвами войны на Донбассе. Бурятия присоединилась к траурной акции. В штабе общественной поддержки вспоминали ребятишек, безвинно погибших при обстрелах в ИСУ. Подробности в нашем следующем материале. Когда погибают дети, это страшно. Это страшно для всех. Но еще страшнее, когда они погибают не от людей, а от нелюдей, которые живут с нами на нашей земле. Это очень страшно. То есть допускать того, чтобы гибли дети, вообще этого нельзя допускать. В начале встречи волонтерам, молодогвардейцам, представителям общественных организаций «Женщины Бурятии», «Боевое братство» и всем желающим показали документальный фильм, призванный увековечить память погибших детей. Все, кто посмотрел картину, отметили ее тяжесть и трогательность. Конечно, тяжело, смотря вот эти фильмы, которые сейчас есть документально. Это очень страшно, это очень тяжело. Я думаю, что мы вот, ну каждый человек, который сегодня здесь, проникнется этим. И чувство скорби, оно у нас сегодня у всех есть. Но это скорбь, когда не уважение тем семьям, которые потеряли своих ребятишек. Участники акции почтили память погибших детей минутой молчания. И запуском в небо белых воздушных шаров, символов чистоты и невинности. Андрей Слепнев, новости дня. Жители Улан-Удэ забирают бездомных собак из городских приютов. В столице Бурятии прошла ярмарка, где любой желающий мог выбрать четвероногого друга из приюта Ананда. Горожане смогли посмотреть всех хвостатых, которые находятся на содержании. Например, собака Ласка первая уехала в свой новый дом. Также в приюте можно было зарегистрировать и вакцинировать своего питомца. Акция длилась два дня. В Улан-Удэ открылась трезвая караоке. Каждую пятницу по вечерам в парке «Юбилейный» собираются любители не пить, а петь. Взять микрофон в руки и исполнить любимую песню бесплатно может любой желающий. Подробнее о том, как проходит мероприятие, зачем люди приходят туда и почему организаторы готовы тратить свое время безвозмездно, расскажет наш корреспондент. В этом караоке песни дают петь только трезвым. Остальным остается слушать и танцевать. Идея пропаганды трезвого образа жизни с помощью караоке пришла общественнику Татьяне Никифоровой во время поездки за границу. Нам показывали различные городские инициативы. И вот один из моментов был общественной караоке в парке «Мауэр». И когда я увидела, я прямо обалдела. Как здорово, как классно проходит. А там какая идея была? Тоже вот пришел, как говорится, человек один, организатор, принес колонку, микрофон и начал петь. И к нему стали подключаться люди. И за 10 лет это вот в такое мероприятие очень крупное переросло. Однако тогда воплотить идею в Улан-Удэ не получилось из-за пандемии. Только недавно Татьяне удалось осуществить задуманное. Сюда я уже приехала. Я написала объявление просто у себя на страничке, что вот хочу такое мероприятие. И Олег откликнулся. И стали мы тогда проводить. Соорганизатор караоке Олег Пуртов поддержал идею Татьяны, поскольку тема здорового и трезвого образа жизни ему близка. Он отказался от алкоголя 17 лет назад. Запой, конечно, был. Но страшно просто даже осознавать, что ты уже не руководишь своей жизнью, а что-то другое уже влияет на твою жизнь. И ты с этим ничего не можешь сделать. Поэтому всегда стоит выбор либо идти в наркологию, что очень маловероятно, что что-то изменится. Но есть очень хороший выбор, с другой стороны, трезвенческое движение. Я считаю себя участником трезвого движения и занимаюсь различными мероприятиями и поддерживаю людей, кто за трезвость. Мероприятие пришлось по душе горожанам. Сюда приходят петь и танцевать люди разного пола и возраста. У меня просто знакомая моя сказала, что сегодня здесь такое мероприятие. Решила прийти. Я сама не пью, не курю. И наоборот, всегда это людям несу, что нужно вести здоровый образ жизни. И весело, может быть, и без алкоголя на самом деле. Мне вообще всегда хорошо и весело где-то на мероприятиях, но я никогда при этом не пью. Здесь же в караоке можно встретить и учителя трезвости Ольга Наумова. Оказывает активную поддержку организаторам в борьбе с алкоголизмом. Сейчас я провожу такую акцию, которая называется «Отравы за поселение» в спецмагазины. Мы опрашиваем жителей города Улан-Удэ. Эта акция помогает выявить нам, что все-таки люди против того, чтобы у нас алкоголь, табак вот так свободно, наверное, наряду с продуктами питания везде продавался. Люди не против, чтобы отраву вынесли далеко за пределы поселения. Принять участие в караоке могут взрослые и дети. Мероприятия проходят каждую пятницу с 18 до 20 часов в парке «Юбилейный». Подробную информацию можно найти в ВКонтакте в группе «Трезвая Бурятия». Боярцы Дыпов, Валентина Цибикова и Жаргал Церендашиев. Новости дня. Два года подготовки, открытие нового цеха и шикарная культурная программа. 3 августа в Селенгинском районе Бурятии состоится главное сельскохозяйственное событие этого лета. Все подробности мы расскажем в следующем репортаже. День поля 2024 пройдет в поселке Темник Селенгинского района. Мероприятие состоится на территории сельхозпредприятия, где сейчас активно возрождаются плантации облепихи. В этот день будет подписано несколько соглашений между новым заводом по переработке облепихи и его партнерами. Один из будущих партнеров – городской комбинат школьного питания. Еще на дне поля пройдет открытие цеха облепихового масла, конкурс пахарей, презентация блюд национальной кухни от разных народностей и диаспор Селенгинского района. Помимо этого, гостей ждет насыщенная культурная программа и фишка этого года – вдохновленная Днем поля в Казани. Будет выставка сельхозтехни, начиная от комбайнов и заканчивая кировцами. Представляете, какая-то техника. Люди-то, некоторые вообще в жизни не видели, молодежь особенно, они увидят это все. А одна из главных целей ярмарки выставки «День поля» – показать, как возрождается село. 3 августа бесплатные автобусы будут курсировать от места проведения до Гусенозерска. Начнется мероприятие в 10 часов утра. Олеся Цыкина, Сергей Медведев, Новости дня. В Монголии завершился 15-й Всебурятский фестиваль «Алтаргана». На протяжении нескольких дней в Булганском Аймаке проходили соревнования по бурятской борьбе, разбиванию хребтовой кости, бурятским шахматам и стрельбе из лука. Не обошлось и без творческих конкурсов. Ярко, красочно и красиво. Вот так прошел 15-й Всебурятский фестиваль «Алтаргана». Проводили его в Булганском Аймаке Монголии. На местном центральном стадионе прошло торжественное шествие делегаций и поднятие флага. Там же и состоялись соревнования по бурятской борьбе, разбиванию хребтовой кости, бурятским шахматам и стрельбе из лука. Много людей из России, бурят, приехали здесь, но мы полный месяц готовили на этот праздник. Что вы делали? Мы сделали юрты, многие юрты, еще многие спортивные соревнования там мы готовили. Какая же «Алтаргана» без творческих конкурсов? Гости фестиваля выясняли, кто лучше в бурятской песне и поэзии. В праздники приняли участие и 13 районов Бурятии. Юрты нам была предоставлена администрация Булгана, губернатором, для того, чтобы мы могли здесь проводить встречи с нашими земляками, которые проживают в Булганском Аймаке, в Тишик-Самоне, для проведения встречи с близкими, с родными, которые приехали сюда, для их, чтобы они пообщались, встретились. Посетили «Алтаргану» и депутаты Народного хурала Бурятии. Это масштабные мероприятия, важные события для бурятского народа, для общественности, для всех жителей Республики Бурятия, Кайкальского края, также Пехотской области, внутренней Монголии, Китая, масштабные мероприятия присутствуют, принимают участие в течение этих двух дней. «Алтарган» проходит на высшем уровне, могу сказать, потому что здесь, в Типи, в Монголии, очень для нас значимо. Мы, депутатов Урала, 20 депутатов Народного хурала приехали, и все с таким желанием увидеть и прикоснуться к истории и «Алтарганы», и Монголии, потому что «Алтаргана» начинал здесь, в Монголии. Отмечу, что главная корона «Алтарганы» досталась девушке из Бурятии. Красавица из Джидинского района Чингисма Мункуева стала Дангиной. Девушка-студентка колледжа искусств, ей 18 лет. Ну а следующий всебурятский фестиваль состоится в нашей республике в 2026 году. В последний раз наш регион принимал его в 2016. Ждем с нетерпением. Андрей Слепнев, Сергей Тучков, Евгений Павлов. Новости дня. Монголия. Далее эфир продолжит свежий выпуск программы «Середина земли». Чем запомнилась предыдущая неделя в Иркутске, Калмыкии, Якутии, а также в Монголии и Китае, узнаете в 20.10. Новости из соседних регионов расскажут наши коллеги-журналисты. Ну что ж, таким был этот выпуск. Я еще раз напомню его главные темы. В Улан-Удэ на пожаре погибли три человека. Подробности в горячей линии. Дайте нам автобус. Жители ДНТ вынуждены преодолевать по несколько километров пешком, чтобы добраться до остановки. Не пить, а петь предлагают по пятницам в трезвом караоке. В Монголии завершился 15-й Всебурятский фестиваль «Алтаргана». В следующий раз национальный праздник пройдет уже в Бурятии. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы можете найти на сайте ТВ-кома и на страницах в социальных сетях. С вами была Юлия Пермякова. Я желаю вам отличного начала рабочей недели. Всего доброго. До завтра. Защищаем детские глазки с любовью. В преддверии нового учебного года яркие, модные, а главное, качественные оправы для деток в салонах Видеоптика Плюс. Ровные как гладь океана, притягивающие взор как женская красота, расширяющие пространство до размеров Вселенной, линия неба, натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова